Картину написал известный живописец Карл Брюлов, который творил, в основном, в стиле классицизма и романтизма. Его полотна отличаются реалистичностью и эффектностью, они позволяют зрителю погружаться в сюжет, словно становясь его частью. Изображенная на картине итальянский полдень девушка находится на лестнице с откинутой головой, и собирает виноград. В ее лице абсолютно не видно усталости, наоборот, она вся сияет, улыбается и радуется жизни. Крупные сережки, жгуче черные волосы, свободная одежда, все это подчеркивает очарование южной красавицы. Работая над полотном итальянский полдень, мастер старался придать деталям максимальную достоверность. Натурщицей для героини стала настоящая итальянка. Описал картину художник в настоящем винограднике, озаренном полуденным солнцем. С точки зрения художественной стилистики произведение кажется безупречным. Однако Брюлов получил на него ряд нелестных комментариев, из-за чего даже разорвал отношения с обществом поощрения художников. Собственно, это общество и являлось заказчиком картины. Ее попросил написать император Николай I в пару к картине «Итальянское утро Брюлова», которая была подарком его супруге Александре Федоровне. Однако героиня полотна «Итальянский полдень» показалась заказчиком слишком полной. То есть натурщица оказалась недостаточно изящной, за что художнику пришлось оправдываться. При этом Брюлов был, конечно, расстроен и раздражен такими замечаниями. Нелестный прием картины и необходимость оправдываться заставили художника принять решение, которое привело к крутому повороту в его судьбе. Мастер решил разорвать отношения с обществом поощрения художников и отказаться от их пенсиона, пустившись в свободное плавание. Между тем, император полотно оценил. И «Итальянское утро», и «Итальянский полдень» висели в Зимнем дворце в личных покоях императрицы Александры Федоровны. В настоящее время «Итальянский полдень» является частью коллекции русского музея в Санкт-Петербурге. Редактор субтитров А.Семкин